В прошлой серии наши участники провели день с Артёмом Пивоваровым, поучаствовали в процессе создания нового трека и отправились на репетицию концерта. А вот проблемы в личной жизни Влада до сих пор не дают ему покоя. Удастся ли Владу спасти свои отношения, узнаем в сегодняшней серии. Мы приходим в студию, у нас должно было быть занятие, но мы не могли найти Влада. Тут заходим в зал, смотрим, Влад сидит полностью убитый, подавленный морально. Владик, мы тебя ищем по всей студии. Привет! Привет! А как вообще по самочувствии? Уже две недели я в каком-то разбитом состоянии, и у меня с Юлей до сих пор ничего не решили, и это не круто. Невозможно уже на это смотреть, нужно как-то предпринимать что-то. Поехали в какой-нибудь магазин, купим любые декорации романтичные. Все было прекрасно, но я растопилось сердце. Мне мало видится, что из этого может что-то поучить, но мне приятно, что пацаны так поддержали меня, и я повелся на их авантюр. Мы поехали сразу покупать в магазине какие-то там вещи, подарки, чтобы сделать какой-то такой сюрприз, чтобы все наладилось. И пока мы были в магазине, мы там очень долго веселились, и это все так затянулось. А, ребята, я подобрал Владу сегодня костюм, в котором он встретит Юля. Довольно весело там было, мы померили много товаров на себе. А если вы забили на свое тело, если вы видите такой же нездоровый образ жизни, как и я, едите всякую стрепню на улицу, то для вас есть прекрасный костюм, который вы можете приобрести. Влад, если Юля тебе не ответит взаимностью, знай. Даша, Катя, Соня, Таня, Кристина, Виола и Маргарита. На любой вкус, выбирай. Я, конечно, все понимаю, но даже я для своей девушки никогда не делал таких сюрпризов. Это не приятно. Влад готовит к своей девушке нереальный сюрприз. Думаю, мою ждет не менее большой. Большой жду. Топор. В основном, они же сами предложили как-то помочь, а вот такие там где-то ходят, вроде ржут, что ли. А я сам убирал трехвизит. Все время думал об этой ситуации, Юля, и типа хотел вот найти что-то такое, чтобы прям самое-самое было, чтобы очень сильно удивить и было коротко. На самом деле, не так уж просто выбирать какие-то интересные такие штучки для сюрприза. А что вам нравится? Какие вы любите сюрпризы? Сюрпризы? Может, но не сегодня. На самом деле, очень сильно переживаю, волнуюсь. Ведь, ну, не знаю, как все пройдет, не знаю, как она отреагирует, как все вообще получится. Получится у нас хороший сюрприз. И, блин, на самом деле, вот хочу сказать, им нужно там из каких-то поводов особых, чтобы делать какие-то сюрпризы для своих девушек, для своих близких. Просто так это делать, и реально будет приятно. В общем, мы с пацанами уже все купили. Я иду на студию-то все как-то готовить, что-то думать. Блин, пасыки, спасибо, по-моему, ровно за то, что помогли мне вот собрать. Ну, Владик, для нас это не босс, как что-то поверь. Да. Ну, правда, спасибо за помощь. Сейчас давайте тогда выйти в третью. Я позвоню Юле и назначу ей место встречи. Сейчас мы будем звонить Юле, девушке Влада, чтобы ее завлечь в студию, чтобы он мог ей устроить настоящий сюрприз. Алло, Юлиана, привет. Безумно извиняюсь, что тревожит тебя. Срочно. У нас в Дисайде открывается продюсерский центр. Нам срочно нужно снять промо для него, и нужна какая-то девушка в кадре. Раз ты уж есть в Киеве, прошу как-то помочь, если можешь. Мне предсвечать, чек? Давай встретимся в Ушне в 16.40. Спасибо. Все, спасибо. Дальше мы поехали уже забирать Юлю, тем временем, когда Влада отправили в студию готовить подарок здесь уже. Мы приезжаем в торговый центр к Юле, встречаем ее. Она понимала, что вообще происходит, и мы завязали ей глаза и поехали в неизвестном направлении. А, стоп, это машина завязали. Сейчас мы затащили Юлю в машину и будет самая веселая. А Юля переживала всю дорогу, не знала вообще, куда мы ее везем, и это было очень смешно. Она волнена. А у нее сердце прыгает. Не беспокойся, ничего страшного тебя не ждет, мы тебя бить не будем. Мы ее возили в округ нашей студии, создавали такую небольшую иллюзию, чтобы она думала, что мы едем вообще очень куда-то далеко. Знаешь, если бы мне мои друзья устраивались рубризы и затаскивали меня с закрытыми глазами в машину, я был бы определенный раз. Я тоже определенный раз. Я просто не знаю, чего ожидать. Приятный или нет? Ну, конечно же, тебя будет пить палок. В лесу. Я приехал на студию, начал готовить атмосферу. Шарики дуть, свечи зажигать, там лепесточки. Я надеюсь, Юля это все понравится. Блин, вы знаете, вы можете думать, что это так, типа по сериалу я там переживаю и так далее. На самом деле нет, я очень-очень сильно переживаю, как все пройдет, не знаю. Вот прям палец очень сильно. Хочу, чтобы это было очень-очень-очень хорошо. Все готово, чтобы все, блин, если получился, надеюсь, чтобы все пойдет хорошо, круто, искренне. Мы вывели Юлю из машины, она очень-очень смешно шла, это выглядело, ну, невероятно странно и очень комично, потому что она спотыкалась, постоянно издавала какие-то звуки от страха, и, ну, она, еще раз повторю, она вообще не понимала, что вообще происходит. Сейчас будут ступеньки, так что не обессудь. Ступенька, раз. Ступенька, два, три, четыре, пять, семь. Пока я ее вел, она имела стойкое ощущение того, что я ее веду именно по студию и по зданию, где находится студия, но я постоянно ей говорю, что это не так, и потом у нее начались догадки по типу, мы в больнице, мы в школе, где мы? Ну, так как стены у нас там похожи. Так как Влад олень не мог подготовить нормальные декорации вовремя, мне приходилось ее развлекать, как-то веселить около получаса, пока все настраивали, я как шут работал, при том, что она постоянно была с закрытыми глазами. Веселик больше не выйдет, сейчас дождать прошу на чай, и Влад зато покинет. Дядя, что ты такие, дядя? Ага, не понял. Все хорошо. Ничего хорошего, хлопцы, вон отсюда. Это наш кабинет. Нет, это не ваш кабинет. Я переживаю, друзья, я переживаю. Это все так, конечно, мило, романтично, но я переживаю очень сильно, на самом деле. Ну что, настоет в этот момент наш вайсерприз, за который мы готовили для Юли, и я очень верю в то, что они помирятся, потому что мы очень старались, и я думаю, что будет круто. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ты снимай. Снимай. Итак, ты готова? Нет. Я оставил Юлю, далее все в руках Влада, ему желаю удачи. Снимай все. Снимай, снимай. Снимай, подожди. 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 Снимай. Снимай, подожди. Снимай, подожди. Снимай, подожди. Снимай, подожди. Прости, пожалуйста, за то, что в последнее время вообще я очень мало выделал тебе внимания, мало, мало делать каких-то комплиментов, всего такого, и честно, я не думаю, что это все там какой-то постанова или еще что-то, просто, просто хотелось сделать тебе привет, очень сильно хотелось. Потому что так сильно будет. Маленькие дети, отвергайтесь от экрана. Я желаю, чтобы каждая девушка смогла почувствовать вот это счастье, вот эту искренность. Смогла просто посмотреть в глаза, как он, ну, своему любимому человеку и просто почувствовать вот это все внутри, вот эти все мурашки, эндорфины, это прекрасно. Я очень благодарна всему, что нас ввело и просто спасибо, что ты есть, правда. За то, что ты именно такой, именно такой Владик. Это очень сильно. Спасибо. Спасибо огромное, Юля, за то, что ты вдохновляешь меня и будешь вдохновлять отчеток. Я очень тебя люблю, и все будет хорошо. Когда вам не послышалось, это была наша новая песня, которую вы сможете услышать целиком на нашем сольном концерте. Который пройдет 3 июня в Киеве. Больше информации вы можете узнать себя за нашими соцсетями. И совсем-совсем скоро мы кучу всего там нового объявим. А пока, наслаждайтесь этим кусочком. Ребят, я не хочу на вокал участвовать. Согласен. Слышу. Может, давайте, где-нибудь включим, но в вокал пропустим, но у нас в сольском тренинге. И что мы будем делать? И неужели после таких долгих времен расставания они помирились? Я очень за него участвую. Наконец-то он будет счастливым, радостным. Правда, мне теперь опять будет некомфортно с ним спать, но это так уж. Издержки. Я не люблю этот праздник. Праздник жизни и любви.